Приветствую вас и давайте посмотрим, как обстоят дела с вашей ситуацией. Вы описываете практически идеальную картину того, как вы развиваетесь. У вас есть абсолютно все и вы действительно осознанный, состоятельный, самостоятельный человек, который понимает, что в этой жизни важно, понимает, что в этой жизни интересно и ведет, в общем-то, правильный, идеальный, здоровый образ жизни. Вот именно слово «идеальный» здесь является ключевым, потому что вы для своих лет очень сильно опережаете свое развитие. Обычно ребята 21 год, ну, я думаю, вы сами это знаете, гораздо менее серьезны, гораздо больше они увлечены какими-то увеселительными мероприятиями и так далее. И что нравится девочкам? Девочкам нравится чувствовать, что мужчина рядом с ним, он не идеальный, что у него есть недостатки, что он импульсивный, эмоциональный и так далее. А вы для своей, для девочек производите впечатление о слишком аккуратного, слишком идеального, слишком стабильного человека. И, видимо, в вашем окружении это девушек не привлекает. То есть, формально проблемы заключаются в том, что вам, может быть, стоит немножечко быть по спонтаннее, по импульсивнее, по эмоциональнее, по напористее. То есть, девушки любят, когда они ухаживают, когда делают какие-то неожиданные поступки, совершают какие-то, знаете, неожиданные вещи, вы, наверное, этого ничего не сделаете. А вот тот человек, пример того человека, который вы описываете, что человек курит, пьет там и так далее, такого человека нет ничего невозможно, он будет рисковать, он будет рисковать своей головой, может быть, даже жизнью, чтобы просто, ну, завоевать внимание. А может быть, и не будет рисковать. В любом случае, я думаю, что девушек вас отпугивает именно слишком большая серьезность, слишком сильная серьезность, слишком ярко выразимая серьезность. Ибо девушки, предусмерно ваших лет, сами тоже довольно редко нацелены, настроены на вот такую размеренную, такую разложенную по полочкам жизнь. И поэтому выбор у вас в этой ситуации на самом деле стоит двух вариантов. Первый вариант – это менять что-то в своем поведении, то есть, либо вносить в него в поведение некоторую спонтанность, а может быть, более активно добиваться девушке, которые вам понравились. С учетом того, что вы описали, у вас есть все шансы для этого. То есть, может быть, здесь следует проявить излишнюю напорность, то есть, излишнее упорство и так далее. И тогда, как другие парни, например, вот, если девушка начала встречаться с вот таким, которого вы описали, да, как антипод, то она знает, что он ее не будет добиваться, и он легко ее бросит. Вот это вот свободно, она является пьянящей. То есть, девушка понимает, что с этим мужчиной, вот, они сегодня будут в смерти, а завтра, может, уже и не будет она с ним. И он не высказывает в ней это интересованным. То есть, он тоже себе цену знает и понимает, что, ну, он не имеет права, да, претендовать на что-то серьезное. И не претендует. А девочек это устраивает как раз-таки, и поэтому они на ним бегают как раз-таки, вот. А ваша девушка, когда приходится встречая за три года, вы ушла к такому моменту, потому что, вероятно, устала от слишком правильной жизни. Ну, а может быть, ей показалось это скучно, потому что тот образ жизни, который вы ведете, он может не подходить девочке. То есть, первый вариант, это меняться в своем поведении. Лучше чуткивать желание женщин быть более напористым, более рискованным. Рисковать девочки любят, когда родители рискуют. И этот момент вам нужно проработать. Второй вариант, он одновременно более простой, в то же время более сложный, потому что это начинает все равно сменить круг своего впечатления. То есть, сейчас, пока еще вы находитесь на остатке, на остатке студента, когда вы учитесь и, в общем-то, ну, еще вы как-то живете в серьезном человеке, понимаете, серьезное дело, но все равно окончательно в серьезном вы станете после того, как начнете работать, да, то есть у вас будет карьера. И там, на своем рабочем месте, знакомясь с людьми, уже непосредственно коллегами, вы будете видеть таких же, как вы, то есть серьезных и деловых людей. И там, вероятно, вы найдете женщину, которая будет ценить все то, что вы можете ей дать. И, скорее всего, женщина будет постарше, которая уже отгулялась, которая уже нагулялась, которая хочет стабильности, определенности, надежности и защиты. Вот такой женщине, вы, безусловно, придетесь по вкусу, и она вас вцепится, я думаю, мертвой хваткой. А пока что, пока что, при втором варианте вам нужно просто этот этап, этот эпизод из вашей жизни, вот эти вот последние годы или время до окончания учебы и до поступления на работу, вам нужно просто переждать, перетерпеть. А там вы уже развернетесь на полную мощность. Какой из этих двух вариантов выбирать решать вас, зависит от ваших предпочтений, от того, насколько вы согласны с тем, что я тебе говорю, потому-то фактически мои слова можно разделить на две части. Первая часть, это где вы, как бы, своё поведение сами провоцируете то, что у вас происходит. И, с другой стороны, девочки просто, ну, они не понимают, как вот может такой человек, как вы, да, вашего возраста вести такое обращение, быть настолько правильным, настолько самостоятельным, настолько идеальным. И для них вы являетесь слишком хорошим, слишком, и для них вы являетесь идеальным, и в то же время, к сожалению, скучным. И вот этот налет скучный, налет с кукосты, он оттаскивает девочек от вас. Это не говорит о том, что вы плохой. Просто подходящего человека, подходящую девочку в вашем возрастном отрезке найти сложно. именно для вас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в девочку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. это и лучше. Продолжение следует. Продолжение следует, поzelечclesranchистоres...